Информагентство просит сдать информагента Информагентство просит сдать информагента Вячеслав Володин требует проверить достоверность публикации в СМИ 1. Газета «Коммерсант» номер 31 от 20 февраля 2019 года, СТР 3.19 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по информполитике разобраться, кто стоит за публикации агентства О запрете приобретать машины, не имея места парковки, и какой источник информации был у издания Назвал публикацию фейком, так как на рассмотрении Госдумы такого проекта нет При этом в материале издания речь шла лишь об обсуждении инициативы на охотном ряду Глава комитета по информполитике Леонид Львин сказал твердый знак, что комитет попросит издание предоставить информацию о происхождении спорной публикации Глава президентского совета по правам человека, СПЧ, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов заявил твердый знак, что раскрытие источников информации является нарушением закона о СМИ Во вторник бороться с фейк-ньюс призвал первый зампред комитета по информполитике Сергей Боярский, выступая в Госдуме, вот свежий пример Несколько дней назад сайт ERA.RU распространил новость о том, что в Госдуме якобы рассматривается инициатива о запрете гражданам приобретать автомобиль без покупки для него парковочного места Это не соответствует действительности, такого законопроекта на рассмотрении Госдумы не было и нет Спикер Госдумы уточнил у глав комитетов, действительно ли такого проекта нет на рассмотрении палаты И получил отрицательный ответ Посмотрите, создают напряжение, берут и придумывают какие-то опасности, пугалки И человек живет в постоянном стрессе, вот теперь машину не будешь приобретать, пока у тебя не будет гаража, парковочного места Либо за этим стоят лоббисты, либо просто недобросовестные люди, которые таким образом пытаются продвигать свою СМИ на медийном рынке, заявил Вячеслав Володин И дал поручение комитету по информполитике разобраться, почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации Между тем в упомянутой публикации «Ирадотру» шла речь лишь об обсуждении такой инициативы в Госдуме, а не о существовании законопроекта Более того, наличие проблемы и необходимости ее решения в материале признавал член Думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов Однако Вячеслав Володин во вторник из Думского президиума пригрозил, что дальше могут включиться процессуальные вещи, которые повлекут за собой ответственность Тех, кто это совершил Спикер напомнил, что сегодня обсуждаются поправки в Коап Мы с вами можем внести свои предложения, которые бы регулировали ответственность за распространение недостоверной информации Которая становится таким популярным фейком, но в итоге оказывается просто ложью и наносит ущерб нашим гражданам, стране Поэтому давайте серьезно к этому подойдем Как запрет недостоверных новостей может повлиять на работу СМИ? Один из соавторов поправок в Коап об ответственности СМИ за недостоверную информацию сенатор Андрей Клишас сказал твердый знак Что все высказывания председателя Госдумы тщательно юридически проработаны И в ближайшее время мы получим все необходимые разъяснения и комментарии от автора указанной инициативы Как только инициатива Володина будет сформулирована, мы обязательно внимательно ее рассмотрим и дадим заключение комитета Сенатор отметил, что ему трудно представить подобное обсуждение какого-то СМИ на пленарном заседании Софеду После поручения спикера Думский комитет по информполитике решил направить в редакцию Запрос о предоставлении информации относительно происхождения спорной публикации Глава комитета Леонид Левин напомнил, что редакция вправе не раскрывать свои источники Но для того, чтобы разрешить создавшуюся ситуацию, лучше раскрыть источник информации Тем более, что его слова не нарушают закон, сказал твердый знак господин Левин Глава СПЧ, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов напомнил твердый знак, что журналист не вправе раскрывать свои источники информации Это прямое требование закона, СТ-41 В законе есть всего одно исключение, когда требование раскрыть источник поступило отсюда в связи с находящимся в его производстве делом И даже в этом случае оно касается только редакции, а не журналиста Михаил Федотов отметил, что данная ситуация может показать, возможно ли с помощью находящегося на рассмотрении Думы законопроекта бороться с фейк-ньюс Софья Самохина, Наталья Корченкова